рада приветствовать всех зрителей своего канала и сегодня видео я покажу как вязать шапочку для черепашки ну можно рассмотрев черепашку понять что как панцирь так и черепашка у нас одной формы только панцирь чуть побольше шляпка меньшего размера какой плюс в вязание вот подобных мелких игрушек одежды допустим для них мы можем использовать различные остаточки пряжи совсем маленькие допустим вот куда мы его в общем то особо даже если коврики плести там или что то это будет совсем чуть-чуть малюсенький остаточек а вязание вот подобной шляпки мы можем использовать два или три вида допустим остатков пряжи вот у меня есть вот такие моточки остаточки а также вот такая меланжированная пряжа мы можем связать из такой и сразу шляпка у нас будет с узорчиком и если делаем из нескольких видов пряжи то шляпка у нас будет соответственно либо полосатенькая либо такая как вот этот узор можно я под видео дам ссылочки на черепашек как я вязала подобные игрушки там видео в двух частях если кому интересно проходите и смотрите как я вязала как связать подобную черепашку ну давайте попробую я сегодня видео вам показать из нескольких видов пряжи шапочка у нас получится цветная не буду обращать внимание на размер крючка потому что крючок и пряжа могут быть абсолютно разные как вы желаете вязать либо это будет зависимость зависимости от того что вы хотите поплотнее вязать значит нужно поменьше крючок взять и от плотности вашего вязания конечно же в начале нам нужно сделать петельку начальную и так вот мы держим начало нити вдеваем так вот под нашу нить делаем кружочек петелька вот у нас получается еще раз закручиваем ну то есть получается что мы сделали круг вот мы захватили нить сделали круг захватываем рабочую нить и пропускаем ее через петельку это у нас начальная петля сейчас нам нужно связать две петли и мы идем вязание уже начинаем по кругу нужно связать 6 или 7 столбиков без накида 1 2 можно вот этот хвостик вплетать ввязывать по ходу вязания то есть вот подхватывать ее вместе вот с основной вот этой не рабочий а вот петлей с центральной и провязывать чтобы он ушел как бы вот на нет и его можно будет обстричь вот мы провязали кружочек но я считаю что совсем нет большой разницы либо вы свяжете 6 либо 7 столбиков без накида а если пряжа более тонкая то и 8 можно связать обвязать и дальше сейчас что мы как мы вяжем если вы желаете связать вот смотрите кстати здесь видно вот здесь вот связан каждый ряд отдельно то есть мы кружочек получается как бы замыкаем в кольцо и у нас следующий ряд у нас ровная переход ровный получается отряда к ряду вот видите не видно где есть переход на следующий ряд и и давайте мы с вами посмотрим шляпку шляпка у нас связано улиткой смотрите вот у нас центральный вот это вот начало самое и сейчас идем по спирали получается у нас увеличивается размер вот увеличивается и в общем нет здесь четкого перехода от одного ряда к другому и нам точно также можно вязать если мы будем вязать по спирали то вот у нас крайне вот начальная получается петля где мы вязали где мы начинали вязание вот где-то вот здесь что мы можем сделать если мы вяжем как бы вот получается улиткой то мы ступаем насквозь вот у нас получился переход на следующий ряд и сейчас мы будем вязать в каждую петлю по два раза вот 12 следующие 12 следующие 12 23 вроде 4 1 2 5 где 2 2 2 7 2 так мы прошли вязание вот так то есть это мы с вами вяжем улиткой получается вот у нас переход был на следующий ряд сейчас мы вступаем в этом месте насквозь и сейчас нам нужно вязать через одну петельку то есть мы одну петлю вяжем 2 столбика в одну петлю одну петельку 1 столбик в одну петлю следующие два столбика в одну петлю затем один столбик в одну петлю я хочу поменять ниточку такую поярче и смотрите как я буду менять вот мы с вами дошли вот так вот вступили как бы для уже начала вязания следующего ряда подхватываем новую нить новый цвет захватываем ее и протягиваем через две петельки на крючке и сейчас свяжем петельку и идем вязать нам нужно связать один столб один столбик давайте два столбика и два столбика в одну петлю один столбик два столбика 1 1 2 думаю здесь считать но если у вас есть 1 2 2 столбика без накида 1 столбик 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 3 4 5 5 5 5 5 5 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 8 9 9 9 6 8 9 9 9 9 9 10 9 10 10 10 я перехожу на следующий цвет 5 9 10 10 9 9 10 11 11 12 12 среды были отдельные и сейчас нам нужно связать 2 столбика без накида пропускаем одну петельку вернее неправильно сказала 2 столбика без накида следующую петлю 1 столбик без накида не пропускаем и петли просто и так давайте вот где 2 столбика без накида мы будем вязать два столбика без накида а там где одна мы будем вязать вот в предыдущий уступать чтобы у нас получался узор сейчас опять будем два столбика без накида в одну сейчас в предыдущий ряд вступаем и вытягиваем также петельку ну один раз следующие 2 2 столбика без накида 1 2 где у нас посмотрите получается рисунок и вот и Продолжение следует... Вот мы дошли до начала ряда и вступаем насквозь, вот где у нас была воздушная петелька подъема, мы вступаем сюда. Я решила... Давайте я перейду на... Вот в чем момент обрезания нити, почему я не обрезаю, потому что я не знаю, какой цвет следующий возьму. Но и чаще бывает, что, допустим, какой-то предыдущий цвет я его могу впустить вновь в вязание, поэтому хотела обстричь, но давайте я не буду этого делать. Вот мы вступили насквозь. Сейчас я перейду опять на оранжевый цвет. Захватываю рабочую нить уже оранжевого цвета она у нас будет. Вот эту зелененькую убираю в сторону и протягиваю ее насквозь. Вот так я перешла на следующий ряд. Это у нас вязание не улиткой получается, потому что мы каждый ряд замыкаем в кольцо. Соединение у нас происходит. Сейчас воздушная петля перехода на следующий ряд. И нужно нам связать ровно, просто столбиками, также без накидов, без вот этого уже узора. Вступаем вот в предыдущие петельки, отступаем два столбика без накида в одну петлю. Вернее, давайте начнем с вами. В одну петлю мы вступаем два столбика без накида. Затем два столбика основания мы провязываем ровно по столбику. То есть мы прибавили, сделали прибавку, потом провязали два столбика. Сейчас вновь прибавка. Хотя мне уже и не нужно прибавлять. Можно и уже без прибавок, смотря какого размера у вас черепашка или игрушка. Вот посмотрите, в общем-то отсюда можно уже вязать и ровно, уже без прибавок. То есть даже если вы уже не будете прибавлять, то шляпка уже получится. Ну давайте уж раз начали, давайте прибавлю я две в одну, два столбика вяжем в две петли. Затем прибавочка, два столбика без накида в одну петлю, два столбика в две петли, два столбика без накида в одну петлю. Еще один момент, мы можем начать вот эту прибавочку, допустим, если мы хотим, чтобы более плавно была шляпка, то мы можем здесь прибавлять не через две петли на третью, мы можем прибавлять через три на четвертую. То тогда у нас будет она уже немного как бы вот подзакругляться. И вот потому насколько видно, вот видно, что связано две петельки. Если вы, допустим, вот запутались и не знаете где, вот смотрите, сразу видно, либо вот одна петелька, вот одна петелька, одна петелька, одна, либо вот здесь вот их две. То есть нам нужно было отступить вот две петли и в третью прибавочку делать вот так. То есть учитесь ориентироваться по вязанию, видеть, видеть в вязании вот эти вот петельки. То есть учитесь ориентироваться по вязанию, видеть, 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 видеть. Так, вот мы дошли. Почему-то у меня видео отключилось. Давайте продолжим. Вот заканчиваю я этот ряд. Вернее нужно было перейти на другое. Даже сбилось немного. Нужно перейти на другой цвет. Это будет вот такой голубенький. Остальные, я думаю, что можно. Вот оранжевый, во всяком случае, можно обстричь. Перехожу на голубой цвет. Воздушная петля перехода на следующий ряд. И сейчас мы будем просто вязать. У меня немного прервалось видео и пришлось мне удалять на телефоне файлы. Ну, сейчас переходим к продолжению. Здесь у меня ниточка, получается, закончилась. Я не смогу уже ей связать ряд. Устригаю. Вот эти остаточки можно здесь где-нибудь по соседству спрятать. Вот, к примеру. Беру крючок значительно меньшего размера, захватывая вот эти хвостики. Можно их оставить побольше. Можно и небольшие, так как они у нас, в общем-то, не будут задействованы в движении изделия. Это всего лишь игрушечка. Таким вот образом. Здесь уже остаточек. Продеваем крючок через несколько даже нитей. Основание вот здесь. Вот здесь вот. Петельку. Ловим петельку. И протаскиваем этот хвостик. Ну, а я все же перейду на голубой цвет. Вступаю вот сюда. Это у нас получается петель. петля подъема. И захватываю голубой цвет. И его продеваю через обе петельки, которые у меня находятся на крючке. Делаю петельку перехода на следующий ряд. И сейчас я буду обвязывать по прямой, ровно по прямой, ту высоту шляпки какую нужно. Можно ее связать плоскую, можно связать повыше, можно вообще такую плоскую. Это уже на ваше усмотрение. Ну, а я начинаю вязание просто по прямой. В каком-нибудь из рядов я пропущу узор. Вяжем без прибавок. Я провязала три ряда голубой пряжей. И сейчас хочу перейти на сиреневую. Вот такую плюшевую пряжу. Вот это, кстати, голубая тоже плюшевая пряжа. И шляпка получается более объемной. Можно было ее по прямой вязать рядом раньше. Начинать. То есть вот этот не с оранжевого ряда, а вот с этого ряда вязать уже без прибавок. Но это в зависимости от того, какая голова у вашей черепашки. Переходим на другой цвет. Если вы не переходите, вы можете вязать продолжать дальше тем же цветом, каким вязали. Сейчас вот вступаем у нас переход на следующий ряд предыдущего ряда. Подъемная петля подъема. Вступаем насквозь. Захватываем рабочую нить, которая у нас будет сейчас в работе. И через две петельки мы ее достаем. Вяжем воздушную петельку подъема. И сейчас я хочу связать таким же вот узорчиком, как вот здесь. Сейчас мы вяжем, чтобы вот этого не видно было, подъема. Я вяжу, отступая один ряд и вступаю через один ряд. Захватываю рабочую нить и провязываю следующую петельку. Просто столбик без накида. Следующую опять в предыдущий ряд. Вступаем, захватываем рабочую нить. Следующую. Просто столбик без накида. Такие шапочки можно, кстати, связать и деткам. Они будут очень веселенькие. Особенно малышкам. Я, наверное, у меня появилась идея прямо в процессе мастер-класса. Столбик без накида. Здесь также столбик без накида, только в предыдущий ряд. Смотрим где-нибудь на одном расстоянии, вступаем. Крючок я взяла чуть побольше. Можно заметить, что если больше крючок, он сложнее вступает в пряжу, в полотно. Здесь мы вяжем без прибавок, просто по прямой. Столбик без накида и столбик в предыдущий ряд. Даже через ряд получается вступать. Рисунок получается интересный. Я такой рисунок посмотрела у португальских. Наверное, вязальщиц там, потому что все было не на нашем, не на русском языке. Я усмотрела лишь технику вязания. Также можно связать, вот смотрите, делаем в начале накид, чтобы у нас столбик получился попышней. Вот этот вот. Вот раз связать. Кстати, можно еще вот так раз связать. И получится, смотрите, вот такая вот уже объемная шишечка. Вот. Но это как идея. В процессе просто у меня приходит в процессе вязания немного отступления от работы. Так. Вот такой у нас ряд. Да, вот видно здесь, что неровно ступала. Думаю, понятно, что вот идем по одному месту. Вот. Как задумка идет по ряду. Вот мы в предыдущий ряд. Здесь вот чуть подальше ступила. Несколько. Это вообще куда-то далеко ушагало. Следующий ряд тоже можно провязать этой же нитью. этой же пряжей. Вязать ей одно удовольствие. Конечно, она такая мягкая. Думаю, я выбежала. Вот он и обвините пор racial. Ну. здесь можно чуть-чуть заузить у головы получается но это смотрите вы на свое усмотрение если у вас у черепашки либо у игрушки голова больше то мы можем так оставить можем добавить еще петельки равномерно по окружности я решила перейти на другой цвет ну сейчас вижу наугад нет реже абсолютно разные по составу по фактуре но она смотрится не менее привлекательная чем было бы из одного однотойной пряжи наоборот придает такую экстравагантность изделию и привлекательность особую экстравагантная черепашка да именно так замыкаем здесь кольцо видите чуть-чуть заузилась шляпка у меня и сейчас нам нужно если вы желаете ее просто шапочкой не шляпкой то в общем то она уже и готова сожалению я на своей показать не могу так как у меня у нее шапка зафиксирована на голове потому что здесь прическа сделана но тем не менее вот такая шапочка если шапочка и если вяжем шляпку то нам нужно именно вот в этом моменте начинать расширять наше изделие воздушная петля да мы можем связать любой любой ажур какие-либо здесь вот давайте я покажу приблизительно вот веерочки не у какой-то игрушки были были из веерочков поля шапочки кстати смотрите если мы вот так провяжем несколько я так люблю фантазировать в процессе вязания когда особенно вяжешь не по схеме а вот из головы вот смотрите связали да как идея кстати говоря 3 давайте чуточку побольше 4 5 ну давайте смотрите ровно 5 столбиков без накида а сейчас вновь такой же веерочек сколько у нас здесь 1 2 3 4 4 5 столбика с накидом в одну петельку 1 2 3 4 5 отступаем 2 петли основания на начальном ряду и прикрепляем посмотрите что у нас получилось у нас получилась кепочка такая вот оригинальная кепочка для игрушки то есть вот с этой основной частью связанной мы можем варьировать различные виды продолжения вязания также если мы вот как уже я объяснить хотела вяжем веерочками 5 6 веерочков это уже как вы желаете можно и 8 связать но от меня один два три 4 5 6 7 7 отступаем здесь одну или две петельки присоединяем так как здесь одно отступили сейчас через одно опять же ступаем одно отступаем и ступаем опять точно также вяжем 8 столбиков с накидом в одну петлю здесь можно даже провязывать еще пико вот как мы связали допустим столбик с накидом сделали пико из 3 воздушных петель замкнули его все у нас здесь на каждой вот этом кончике столбика с накидом будут вот такие пикушечки то есть вот здесь вот она будет продолжаться и он будет уже не такой ряд он будет вот из таких вот пушечек маленьких пикушечек ну в общем вот так здесь отступаем опять же одну петельку и присоединяем и вот так таким образом мы можем связать весь круг в этом случае у нас получится шляпка вот такого формата то есть она как цветочком будет можно эти пико связать уже на готовое вот это вот изделие когда связаны веерочки можем взять другой цвет и вязать другим цветом очень тоже оригинально получится также мы можем связать обычно для этого нам нужно связать в каждый предыдущий вот в каждую петельку вяжем по два раза три до то если опять же из столбиков без накида о из столбика с накидом если мы вяжем столбики без накида ну там точно также идут прибавки ну чтобы быстрее вам показать так как я и так уже видео затянула вяжем по два столбика с накидом в каждую петлю и когда мы вяжем в каждую петлю по два раза у нас получается изделие увеличивается сразу же в два то есть вот эти поля у нас как раз и получаются надеюсь я вам показала доступно объяснила все конечно же видео немного затянулось но если я бы вам вкратце объяснила то не все могли бы понять я здесь привязывать не буду я просто дам понять что вот вот видите сразу видно что поля шляпки увеличатся сразу вот таким образом уже это будет шляпка можно также обвязывать не столбиками с накидом а можно столбиками без накида продолжать вязать можно также связать пару рядов столбиками столбиков без накида увеличивая увеличивая расстояния увеличивая наши изделия придавая форму полей и последний ряд допустим связать вот такой вот опять же чтобы узорчик получился ну на этом буду заканчивать свой мастер класс мастер-класс ну а вам желаю легких петелек чтобы ваши игрушки были красивыми неповторимыми и единственными чтобы не повторялось придумывалось что-то еще свое появлялись какие-то изюминки в ваших работах так как вот увидев интернете черепашку просто с ажурным краем у меня появилось вот такое создание у которой была вот такая такой панцирь цветной также у меня были и вышитые панцирь и то есть вот здесь цветочки нашиты плюс появилось украшение такое как бусики для черепашки появился носик вот такой симпатичный улыбка вышитые глазки глазки я вышивала также конечно же это у меня черепашка тортила и поэтому я ей одела очки сделала прическу прическа из шерсти для валяния здесь такая косичка и она пришита ну и пришита шляпка да кстати в мастер-классах показано чтобы форму держала конечно же мы наполняем синтепоном панцирь но и обязательно шляпку тоже набиваем синтепоном потому что если без наполнения будет шляпка то она будет может проваливаться но это смотря опять же если она у вас будет плотно на голове одета то тогда в общем то хорошо будет но так как у меня она все равно вот заметно что она не по голове идет на у меня дальше отходит поэтому она у меня вот видите плотно у меня там синтепончик набит ну а мы с вами прощаемся желаем вам творческих успехов счастья здоровья любви и взаимопонимания ваших семьях и с окружающими людьми ну а мы прощаемся до новой встречи пока пока